Теперь надо попробовать что-нибудь сделать функции 4-х И понять, как можно тоже рисовать Никакой настоящей многомерной геометрии у нас, конечно, нет А будет комбинатория Дело в том, что под кубом, как мы же здесь поняли Мы принимаем же не настоящие трехмерные А множество из 8 наборов, из 0 и 1, которые мы этим можем избраться Хотя, конечно, можно взять настоящий трехмерный куб Спроектировать его на плоскость В виде такой странной проекции обычного не так рисуется И вершинки вот так, где мы работаем Действительно, получается настоящая куба Но для нас комбинатория настоящего куба не нужна А нужны только новинки единичные Здесь у нас функция четырехмерных Как их избраться? Функция четырехмерного куба Понятно, что функция четырехмерных Мы будем изображать в длине мозга Мы просто будем выписывать все наборы, на которых она обращается в длине А как мы их будем изображать? Надо, например, нарисовать все наборы из длины 4 Их, очевидно, будет 16 точек Вот они и будут образовываться в длине 1 Вот оказывается, удобно изображать этот чрезмерный куб вот как мы можем Ну, мы, конечно, можем взять произвольный 16 точек на плоскости и не писать рядом И пытаться с такой картинкой работать Но, во-первых, нам хотелось бы, чтобы там рот был А что такое рот? А ретрон В четырехмерном кубе Так же как в четырехмерном кубе Мы будем называть любые два набора, которые различаются ровно в одном месте Ну, вот, например Значит, любые два набора, которые различаются ровно в одном месте, мы будем называть в длине Так вот, ребра мы на кубе будем изображать, соединяя соответствующие две вершины отрезком кубе Ну, как и положено Вот здесь, заметьте, так и было сделано Вот на этой картинке любые две вершины, которые различаются ровно в одном месте Ну, коротко, такие вершины можно называть соседними Они изображаются действительно ровно И никаких лишних летов тут не приведено Во-вторых, смотрите, как эта картинка нарисована В ней некоторые ребра изображаются равными параллельными отрезками Ну, как и положено, да? А какие именно? В ней изображаются равными параллельными отрезками всегда ребра одного направления А что такое направление? А направлением ребра мы можем называть номер той позиции, в которой эти два набора различаются Вот, например, такое ребро в четырехмерном кубе у нас будет иметь направление два Какие есть еще ребра направления один? Вот, вот и вот Все они изображаются равными параллельными отрезками Любопытные случаи Все вершины одного слоя лежат на одной прямой Это прямая правда мысльная Потому что я не утверждаю, что они соединяются в соответствии Как раз такого ответа нет, то есть вершины одного слоя не являются соседними Они различаются вот Хотя бы в двух местах Поэтому мы видим какие-то ребра не есть Это просто мысльное нажимание Я специально нарисовал куб в такой стразовой проекции Чтобы это слоя выполнялось Чтобы все ширины одного слоя изображались на одной прямой Зачем это нужно, наверное, уже понятно Мы когда мы не были симметрическими функциями Я не имели дело со слоями И удобно как раз нагляднуть слои Примерной прямой племой Это грязь хорошо видит Так вот, четырехмерный куб мы сейчас тоже нарисуем С наблюдением всех этих вершин В нем будет шестнадцать Любая пара вершин, распрощающаяся в ровно в одном месте Действительно изображаться отрезком Прямой Все ребра одного направления будут изображаться параллельными отрезками И все вершины, лежащие на одном слое, будут лежать на одной мысленно линии. Как можно такую картинку написать? Давайте возьмем уже готовую картинку трехмерного. Перепишем каждую вершину, которая изображается набором 2-3. В конце, по-моему, мы получим 8 наборов из нулей и ниц длины 4, но которые заканчиваются. То есть половину всех вершин четырехмерного клуба мы уже нарисовали. Теперь смотрим, а ребра, которые у нас нарисованы, будут ли ребра не в четырехмерном клубе? Ну, будут конечно, потому что любые два ребра, которые были в трехмерном клубе, после того, как мы добавили нолик в конце, события вроде перенеслись в четырехмерный. Но все равно это ребро останется ребром, потому что эти две вершины расстреляются ребром, и они различаются ровно в одной позиции. А последние позиции нолики, это ничего не меняет. Значит, в трехмерном клубе они тоже различаются ровно в одном месте. И более, что и направление этого ребра будет точно такое. Либо один, либо два, либо три. Правильно? Так что половину клуба мы уже бесплатно как бы нарисовали, и в нем, у нас также бесплатно, нарисованы ребра с направлением один-два и три. Но не все, а только те, которые соединяют вершины с нолями в конце. Остается нарисовать вершины с единицами. Их тоже нужно. И получше полную. Как это сделать? Ну, во-первых, самая простая режима с единицей в конце, это какая? Наверное, это вот такая режима. 0, 0, 0, везде 0, и последнее место единицы. Она, между прочим, тоже лежит на первом клубе, но уже четвертмерного клуба. И первый из клуб четвертмерного клуба состоит из глотитых четвертых клуб. Три из них уже у нас четвертмерного клуба лежат в подкубе. Вот этот клуб я четвертмерный, это столько явно надо осознать, я буду иногда называть подкубом. Вот одну режимку я нарисовал. Ну и, кстати, это вебровый. Пойдем направление 4, потому что выключаются эти две ручки, и посетить номер 4. Вот я нарисовал одно ребро направление 4. А теперь я делаю вот что. Я начинаю переносить всю эту картинку параллельно вот на этот метр. Что это значит? Это значит, что я, например, возьму вот эту решеру, проведу вот отрезочек, равные параллельные. Ну, то есть фактически я дострою вот эти два ребра дострою до параллельно. А вот здесь я напишу то же самое, что было здесь, 0,01, но последний номер заменю на 1. Почему? Потому что когда я делал параллельный перенос на этот вектор, я заменю последний номер на 1. С этой вершины я поступаю так же. Я делаю тоже параллельный перенос на этот вектор. То есть я одну решину перенес в четвертом направлении, перенес там. Теперь вот эти переносы в четвертом направлении. Как? Да точно так же. Беру вот эти два ребра, два треска, и достраиваю их до параллельно. Что мы здесь напишем, какой набор? Берем этот набор 0,1,0, ну и изменяем последний номер на 1. А вот теперь я вспомню, что я забыл еще одно свойство теперь вот эту решину переношу. Вот в этом наборах. Как? Беру вот эти два ребра, достраиваю до параллельно. Решина у нас была 1,0,0. Значит, после переноса последний 0 заменяется на 1. А вот теперь я вспомню, что я забыл еще одно свойство вот этого изображения трехмерного куба. Решины одного слоя лежат напрямую. Вы уже заметили, что прямые, на которых изображаются два слоя, параллельно. Есть, правда, еще другой слой и вот этот вот верхний. Ну, через них мы тоже можем мысленно провести прямые, тоже параллельно этим двум, потому что это тоже фактические слои, хотя они за одной и слои. Так что у нас, видите, в трехмерном кубе четыре слои. Четыре прямые получились. Так вот эти четыре прямые, любые две соседние из них на одинаково расстояние у меня так и не стоит. Я их переставал специально. Почему? Потому что благодаря этому, вот эти три вершины, которые получили у меня потом параллельного переноса, ведь эти ширины все будут теперь вершины в четырехмерном кубе из второго слоя, потому что в них две единицы. И вот есть еще вершины второго слоя, которые взялись из этого подкуба первого, потому что у них уже было две единицы. И всего у нас получилось шесть вершин с двумя единицами. Ну, легко понять, что в четырехмерном кубе больше никаких решений с двумя единицами и этих, а этих нет, конечно. Потому что на последнем месте либо оно стоит, тогда вот такие слои уже, либо стоят единицы. Ну, тогда мне их точно. То, что вот эти три вершины будут лежать на прямой параллельно вот этой, наверное, легко понять. Геометрически это можно доказать, там, нарисовав по-другому. Так вот эта прямая и эта прямая, конечно, совпадут, если у нас вот это расстояние между двумя единицами будет одинаково. Это тоже геометрическая задача, надо доказать, что это так обновить. И в итоге у нас получится, что второй слой в нервном кубе у нас состоит из трех вершин второго слоя вот этого трехмерного куба и трех вершин, которые получились из первого слоя. Вот это, кстати, прямая. По построению решину, я не просто так выбрал, а выбрал ее на продолжение этого слоя. И первый, и второй слои действительно лежат на прямой. Это, кстати, те же самые прямые, которые были первым с самым слоем на этом. Ну и расстояние между ними, конечно, не имеет. Ну и как дальше? Теперь вот эти вершинки переносят. Ну точно так же они переносятся, я уже, наверное, это быстро не знаю. Очевидно, что эти три вершинки параллельно переносятся точно так же, как мы делали раньше. Получаем вот такие вершинки. Ясно, что вот эти три вершинки тоже будут лежать на одной прямой. И эта прямая пройдет через вот эту точку тоже. Потому что расстояние между этими прямыми и этими прямыми одинаковыми. И на этой прямой висят все вершины третьего слоя трехмерного куба. Потому что вот с каким у нас вершинами приблизительно. Ну и, наконец, последняя вершина. Параллельный переносик попадает вот туда, я бы не досталю. Она записывается набором в этих единиц. Вот. Мы все параллограммы достраиваем, как положено. Мы на каждом шаге параллограммы достраиваем. И после этих достроений, очевидно, у нас вот здесь появился опять трехмерный куб, который я и называю результатом параллельного переноса. Этого куба вот у нас. В этом же правда. Ну и более-менее очевидно, что все ребра, которые при этом нарисовались в трехмерном кубе, они будут ребрами в нашем большом четырехмерном кубе. Потому что любые две вершины возьмем, они будут различаться ровно в одном кубе. И все вот эти ребра в этом кубе будут ребром направления 1, 2, 3. Точно так же, как в этом кубе. Теперь, если мы возьмем два ребра, возьмем, например, ребро направления 1 в этом кубе, и какое-нибудь ребро направления 1 в этом кубе, то эти ребры все равно будут параллельные. Почему? Потому что это ему получилось из результате параллельного переноса из вот такого ребра, они параллельно, потому что параллельно, а эти две параллельно, ну, по построению они у нас, вроде одного направления. Ну так, с параллельного переноса у нас действительно получился четвертмерный куб, и у него все те свойства, о которых я говорил, сохраняют. То есть ребра одного направления изображаются параллельными очевидными слоями, и так далее. Ну, а теперь мы можем любую функцию четырехпеременных изобразить на этом, что это у меня просто не было. Ну, например, давайте семидрельскими функциями проще чего? Как мы их будем обозначать? Раз они четырехпеременных, я могу написать четыре. Помните, что это с трехпеременных. Вот давайте я, например, возьму семидрельскими функциями, в третьем форме. Тогда как оно на поле изображается? Вот, все вот эти вершины, которые лежат на первом, втором и третьем форме, они просто обращаются с ним. Вот я и так понимаю. На самом деле она в ноль обращается всего-то на все, на двух вершинах, на самые нижние. Но можно вообще любую функцию написать, потому что нет, не обязательно снизить. Спасибо.